В Новосибирске распахнули окно. В Краеведческом музее сегодня представили 100 художественных работ пациентов городского гематологического центра. Что готовы показать миру люди, которые еще недавно не умели рисовать круг и со школьной скамьи не брали в руки краски, выясняли мои коллеги. Это кот моей дочери. Вот прямо когда я его рисовала, я даже его себе представляла. Рисовать картины пациентка гематологического центра Марина Ерофеева начала два с половиной года назад. Плохое самочувствие, страшный диагноз, неуверенность в собственных силах. К творчеству приступала с опаской. Вспоминает, первой работой стал лебедь. Я говорю, господи, это утка какая-то получилась. Я так критически сама. Это что? Это хорошо? Ну, наверное, хорошо. С тех пор на картинах птиц появилось немало. Расправляла крылья и пациентка. Мастерство росло, менялось и настроение. Я даже замечала, что некоторые девчонки у нас рисовали первые занятия почему-то мрачно. Я говорю, господи, ну что ж такие мрачные-то краски. А потом вот все раскрывались. Такие красивые шедевры получались. Когда все это повесили, и я оглядела зал, я поняла, что вот, да, светлые краски. Удивительные. Я сама удивилась. Потому что я как-то не задумывалась, какие там подбирать краски или давать им больше позитива. Идея арт-терапии не новая, однако воплотить ее в жизнь в государственном медучреждении оказалось делом непростым. Работать должны специалисты. Справились. Больные не только рисуют. Они вышивают, вяжут, делают кукол. Медики говорят, мотивированные пациенты с большим успехом проходят этапы сложной терапии. Им даже требуется меньше лекарственных препаратов. Они быстрее достигают ремиссии, улучшения состояния. Есть механизмы действия через центральную нервную часть системы, через эмоциональный фон, через эпиоидные гормоны, гормоны настроения, улучшения эффективности фармакотерапии. Это все очень доказано, научно обосновано. И действительно это крайне необходимо нашим пациентам. Нужно не только пациентам, но и тем, кто хочет получить заряд оптимизма. Сто работ, десятки фамилий, отдельный зал в Краевеческом музее. Выставка открыта до 18 июня. Наталья Цопина, Николай Лещев, Новости ОТС.